здравствуйте дорогие друзья продолжим с вами знакомиться с умными управляемыми розетками от китайского производителя blitzwolf примерно полгода назад я рассказывал о накладной 16 амперной розеткой которая имеет номер модели bvshp2 сегодня же речь пойдет о ее функциональной копии розетки с номером 8 которая имеет встраиваемый фон фактор начну как всегда с обзора штатных возможностей этой розетки которые доступны пользователю прямо из коробки потом расскажу каким способом ее перепрошить и как интегрировать системы управления home assistant основные параметры идентичны второй модели диапазон напряжений 110 240 вольт максимальный ток нагрузки 16 ампер максимальная мощность нагрузки 3680 ватт интерфейс управления вай фай 2 и 4 гигагерца приложение управления smart life туя smart розетка может быть интегрирована с amazon алекса google ассистент и fttt поставляется характерная для продукции blitzwolf бело-зеленой коробки на ней крупными символами указан номер модели под крышкой коробки видим лицевую сторону розетки никакой особой защиты нет но при этом все доехало целости и сохранности комплекте кроме розетки имеется еще один винт который крепит переднюю пластиковую крышку инструкция и гарантия инструкция на пяти языках русского нет но есть английский лично мне инструкция не пригодилась совершенно внешне это самая обычная глубокая шуковская евро розетка принадлежность к умным устройством выдает кнопка в правом верхнем углу и отверстие светодиода что самое приятное розетка рассчитана на круглые подрозетники сзади имеются три отверстия колодцы для подключения питания фаза но ли заземления провода зажимаются при помощи винтов с боковой поверхности все надежно и удобно без заземления работает нормально для теста я взял самый обычный пластиковый подрозетник купленный в ближайшем хозяйственном супермаркете розетка входит него отлично с запасами по ширине и по глубине у кого в подрозетниках есть немного лишнего провода не проблема будет его уложить верхняя массивная пластиковая крышка полностью перекрывает подрозетник красота при монтаже нарушена не будет внешняя крышка крепится корпусу розетки на защелках и винтом металлический обод имеет по краям отверстия для крепления подрозетнику отверстия совпадают подрозетником на сто процентов единственное нужно разжиться крепежными винтами или покупать подрозетник с ними сразу что неприятно удивило при внешнем осмотре ржавчина на головках трех шурупов на которых крепится плата розетки дорожки к силовым контактам хорошо пропаяны но на плате заметны следы не отмытого до конца флюса вторая модель в этом плане была намного аккуратнее усы контакта заземления крепятся при помощи винта контактной колодке блестящая головка винта весьма контрастирует с ржавой шурупа обнадежила наличие на плате подписанных контактов для перепрошивки правда при ближайшем рассмотрении их оказалось пять на четыре подписи к тому же расположенных немного криво но к этому вопросу я вернусь позже а пока подключаем к розетке провода питания включаем в сеть и рассмотрим функции штатного приложения в качестве штатного приложения управления используются tuya smart или smart life я рекомендую первое из-за интеграции с home assistant переходим в меню добавления устройства выбираем розетку и запускаем мастер подключения справки на русском кстати по шагам расписано что нужно сделать что перевести розетку режим сопряжения после прочтения возвращаемся на первый шаг мастера установки сделав все описанные в справке действия получаем моргание светодиода и можем приступать к добавлению устройства при подключении смартфон должен быть подключен к сети 2 и 4 гигагерца вводим параметры вайфай и через пару минут получаем сообщение о успешном подключении розетки новое устройство добавляется в общий список включайте выключать можно из главного окна для подробности надо зайти в плагин центральную часть экрана занимает индикатор активности розетки он же является выключателем кроме кнопки питания в нижней части экрана имеются кнопки вызова меню запланированного по дате и времени включения или выключения как однократно таки постоянно в меню обратного отсчета задается интервал через который нужно включить или выключить розетку очень полезным является окно энергомониторинга даже без нагрузки она показывает напряжение в сети при нагрузке потребляемую мощность и ток большие цифры это дневное потребление в нижней части окна будут формироваться списки потребления по месяцам справа вверху меню настроек где можно посмотреть расширенное инфо об устройстве проверить прошивку поменять местоположение включить группу кстати перед тем как перепрошивать розетку лучше удалить из приложения чтобы не висела оффлайн устройство как и большинство других устройств и smart розетка после добавления в приложение автоматически появляется в home assistant под тем же именем если простые розетки которые умеют только включать и выключать можно таки оставить то розетка с энергомониторингом должна отдавать эти показания в систему но штатная интеграция home assistant этого не позволяет она отдает только управление реле которое видно в системе как обычный свитч к сожалению без паяльника не обойтись я не стал подпаиваться криво подписанным контактом на плате удобнее главное точнее оказалось припаять провода контактом самого модуля в розетке установлен управляющий модуль тюве 2s он подписанный сам с внутренней стороны и в сети легко найти его распиновку в результате я припаял 4 провода к выводам самого модуля паяльник для этого должен иметь достаточно тонкая жалко контакты соответствуют распиновки для верности можно перепроверить с подписями на модуле контакт 33 вольта и ground нужно подключать к одноименным контактам юсб юарт контроллера rx и tx к противоположным то есть rx tx и tx к rx для включения режима прошивки нужно припаять перемычку между выводом и 00 и ground все провода нужны только для первой перепрошивки через юсб далее остается подключить юсб юарт контроллер к припаянным проводам и подключить к юсб сервера и sphome дашборде есть пехом справа выбираем круглую кнопку с плюсиком для создания нового проекта задаем произвольное имя для ноды только без пробелов выбираем тип базовый модуль esp8285 задаем имя и пароль сети вай фай а также пароль для перепрошивки по воздуху базовая подготовка проекта завершена можно приступать конфигурирование есть их он создается новый конфигурационный файл система очень настойчиво предлагает выбрать метод перепрошивки выбираем контроллер юсб ту юарт для перепрошивки по воздуху пока еще рано перед первая прошивка я решил немного подправить конфиг розетки взяв за основу настройки sshp2 я добавил ручной ip-адрес веб-сервер на 80 порту и управление реле на 14 пине все аналогично двойки далее будет довольно длительный процесс недостающие библиотеки будут скачиваться будет собираться и компилироваться прошивка и только после всего этого собственно сама прошивка кстати можно просто скачать бинарный файл собранной прошивки и залить его через любой другой более удобный для вас прошивающий после прошивки устройство можно отключить от контроллера и включить в сеть чтоб проверить его работоспособность и корректность прошивки провода сразу я отпаивать не стал важный момент с перемычкой между и 0 0 и ground розетка запускаться не желала поэтому чтобы сразу ее не отпаивать а просто ее разрезал после загрузки в дашборде есть пихом проект переходит в онлайн нажав на синий квадратик со стрелкой переходим на веб-сервер розетки 1 записанный мной конфиг имеет только управление реле и данные об уровне вай фай сигнала версии прошивки и времени с момента включения как я уже сказал конфиг от внешней розетки полностью подходит и для внутренней для начала нужно прописать сенсор для энергомониторинга hlv8012 после перепрошивки появятся данные о напряжении в сети и потребляемой мощности настроечные коэффициенты от двойки не совсем подходят к 8 версии изначально параметры не соответствуют действительности для подстройки я использую бытовой ваттметр можно заменить на любое корректно работающие устройство с энергомониторингом для напряжения через обычную пропорцию рассчитывается коэффициент voltage divider у меня получилось 816 вместо 945 у двойки аналогично с применением нескольких нагрузок со стабильной мощностью подстраивается и коэффициент нагрузки current резистора давайте рассмотрим мой рабочий конфиг для розеток blitzwolf ссылка на него в описании под видео первая секция подстановки она позволяет унифицировать конфиги вынеся индивидуальные данные в самый верх здесь это подстановка имени и подстановка данных коэффициент этот раздел при желании можно расширить далее раздел есть пехом в нем содержится имя проекта состоящие из переменной части которая берется из этой секции и постоянной части которая не меняется здесь же имеются данные о платформе и о типе используемой платы следующая секция вай фай в ней содержатся данные о названии и пароли доступа к вай фай сети также при необходимости можно прописать мануальный айпи адрес здесь же данные шлюза и маски под сети далее мы включаем логирование этот пароль для того чтобы home assistant мог подключаться с этим паролем ото это пароль для обновления по воздуху следующий параметр веб-сервер на восьмидесятом порту далее раздел бинарные сенсоры здесь на платформе gpu мы получаем сенсор который состоит тоже имя из двух частей я уже не буду повторяться это актуально для всех устройств розетки и постоянная часть баттон это собственно говоря кнопка на самой розетке она привязана к пину 03 по нажатию на этой кнопке здесь она инвертирована для корректной работы она по нажатию на нее переключает switch toggle переключает состояние устройства с айдиш ником реле этот айдишник реле находим здесь это уже следующий раздел switch та же самая платформа здесь мы имеем реле она относится к пину 14 при включении розетки в сеть подачи питания она всегда включена и здесь мы еще имеем дополнительную такую автоматизацию когда реле включена мы включаем синюю лампочку выключаем красным и когда выключена наоборот выключаем синюю и включаем красную а вот и лампочки первая голубая лампочка вот и и идишник она аналогично реле имеет тоже режим при включении все всегда включены и относится к первому пину и 2 лампочка red led вот она она наоборот всегда выключена при включении относится к пину 13 не включается когда реле переходит состояние выключена дальше у нас сенсор я про него уже рассказывал это большой сенсор энергопотребления здесь к нам относятся параметры тока ток я не использую использую напряжение в сети и энергию которая тоже имена у нее состоит из двух частей и коэффициенты вот эти вот значения current res его voltage divider вот они берутся здесь сверху из этих параметров так просто удобнее меня и в конце самом у нас еще есть два сенсора первый сенсор это uptime он показывает сколько времени в секундах розетка в сети после включения этот сенсор вай фай сигнал показывает уровень вай фай сигнала каждые 60 секунд обновляется в децибелах и последний текстовый сенсор эта платформа которая показывает версию кроме версии она еще показывает дату и время когда розетка это была прошита вот так выглядит веб-сервер розетки при описанной мной только что конфигурации uptime уровень сигнала напряжение в сети ток и энергопотребление состояние реле включена соответственно если она включена включена голубая лампочка красная выключена и бинарный сенсор и версия версия 1 13 6 последняя последняя дата прошивки 14 августа 7 утра устройство есть пихом добавляются в home assistant через меню интеграции они полностью пробрасывают все свои датчики вот эта розетка виде свечей это у нас светодиоды сенсоры uptime и сигнала напряжение вот собственно говоря реле свеч вот потребление и все эти сенсоры абсолютно полноправные могут участвовать во всех автоматизациях скрипта все как вами задумано а это что-то вроде аналога веб-сервера только переведенная в интерфейс lowlays вот собственно говоря одна из розеток вот время в онлайне только единственное что секунды я перевел в более удобный формат например дни часы минуты так удобнее чем смотреть просто секунды сигнал вай фай прошивка и здесь тоже самое питание светодиоды если например питание выключить сразу включается вот красный светодиод если его включить включается синий вот таким образом она все не работает в итоге мы имеем отличный вариант управляемые вай фай розетки на этот раз встраиваем и делать это очень легко благодаря поддержке круглого подрозетника розетка может тянуть достаточно мощные устройства такие как утюги бойлер и стиральные машины при этом она будет накапливать и сохранять статистику минусом отнесу огрехи при сборке ржавчина на шурупах неотмытый флюс также некоторая сложность заключается в способе перепрошивки так как надо полностью разбирать и пояс на этом все если у вас остались вопросы задавать их комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее до новых встреч